Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать бой на ПТСАУ 10 уровня Т110Т3. Очень грозный, интересный бой. Рекомендую досмотреть его до конца. А также на фоне расскажу вам, что же у нас будет за марафон 5 апреля на премиум ПТСАУ 8 уровня ТС5. Известны все боевые задачи, проанализирую их, стоит ли их вообще выполнять, насколько это будет сложно и насколько интересны награды и промежуточные призы, которые уже тоже известны. Их тоже, конечно же, внимательно посмотрим. Ну и, конечно же, стоит отметить, что эта ПТСАУ весьма специфичная. То есть есть машины, которые все-таки специфичны, а есть машины, которые для всех, которые большинству игроков подходят. Так вот, на мой взгляд, ТС5 может не всем подойти, потому что машина довольно медлительная. Вроде как, по заявлению разработчиков, бронированная. Насколько она бронирована, это нужно смотреть в боях, это нужно время, практика и действительно реальные тяжелые бои. Тогда вот будет известно. Ну а спонсор данного видео сайт воткид.ру. На данном сайте ежедневно проводится розыгрыш 5000 золота, а из кейса можно урвать голду и премиум танки. Но также данный сайт славится тем, что на нем каждый шестой кейс бесплатно и имеются выгодные условия референдной программы. Ссылка на него в описании. И вот, кстати, победитель прошлого видео, который смог урвать голду. Если желаешь тоже немножечко голды заполучить себе, находя вот достаточно подписаться на канал, поставить лайк и в комментарии указать ссылку на профиль ВКонтакте. Если у тебя нету ВКонтакте, можешь написать игровой ник и почту от аккаунта. Итак, ребята, давайте же смотреть, какие, в общем-то, награды разработчики нам приготовили. Если вы выполните все ЛБЗ, вы получите, естественно, ТС-5 со 100% экипажем и с изученным нулевым навыком боевое братство. Слот 1 штука, премиум аккаунт 5 дней, серебро 1 миллион 800 тысяч. Большой ремкомплект 1 штука, большая аптечка 1 штука и автоматический огнетушитель 1 штука. Личные резервы 300% к свободному опыту, забой на 1 час 15 штук. Личный резерв 50% кредитом, забой на 2 часа 10 штук. И личный резерв 200% к опыту экипажа, забой на 2 часа 10 штук. Боновая инструкция, повышенное внимание 20 штук. Боновая инструкция, калибровка оптики 10 штук. Боновая инструкция, рациональная укладка 10 штук. Боновая инструкция, искусство сбивать пламя 45 штук. Ну это, наверное, чтобы тушить свой пукан от марафона. Потом у нас боновая инструкция, продувка воздуховодов 15 штук. Улучшенная вентиляция, класс 3, 1 штука просветленная оптика, 1 штука и орудийный досылатель крупного калибра 1 штука. Изначальная стоимость танка будет, как в прошлые разы, 4000 рублей. Далее за каждый этап скидка 10%. Ну то есть выполнили вы, например, 50%, получили скидку 50%. То есть купите все это за 2000 рублей. Теперь в ЭГ убрали полностью из всех задач победы. А также сократили некоторые цифры из ветки гринда с задачи на усердие. Это, конечно, офигенно, потому что гриндить я не люблю, как и многие игроки. А победы у нас в игре, сами понимаете, рандомны. Потому что не только от тебя зависит это, но еще и от 14 игроков в твоей команде. Поэтому это совершенно верное решение. В ЭГ сделали выводы, посмотрели прошлые всякие отзывы, видимо, статистику. И приняли такое решение, что теперь именно задач на побед не будет. И это очень хорошо. Суммарно сейчас нужно 66 500 единиц чистого опыта отдельно. Было 133 000 в прошлом марафоне. То есть смотрите, как разница разительная. В два раза практически облегчили марафон по чистому опыту. Но у нас всего 10 дней, потому что марафон стартует 5 апреля. И продлится он до 15 апреля. То есть 15 апреля у нас уже выходит линия фронта. Прямо загоняли, сколько всяких активностей. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Выдержать бы все это. Далее у нас 62 раза попасть в топ-10 своей команды по урону. Не обязательно подряд. Это если за все ЛБЗ. Отдельно было 170 по опыту. Но правда дни тоже сократились. С 14 до 10. Вместо побед завезли обычные задачи из ветки скилла. Или ЛБЗ, но относительно легкий. Итак, ребята, давайте же смотреть, какие ЛБЗ нас ждут. И первая ЛБЗ, которая нас встречает. И которая очень простая. Как всегда, первая ЛБЗ просты. Задача на мастерство. Один раз заработать не менее 750 чистого опыта. Только на технике 9-10 уровня. Сразу говорю, на мастерство задача выполняется. Чтобы потом не повторяться. И задача на усердие. В 4 раза заработать не менее 250 единиц чистого опыта. Ну, и то, и то, конечно, очень просто. Далее у нас задача в 2 раза попасть в топ-3 своей команды по опыту. Заработать не менее 550 единиц чистого опыта в каждом бою. Это у нас на мастерство. На усердие заработать суммарно 4500 единиц чистого опыта. Учитывается опыт, заработанный при попадании в топ-10 своей команды по опыту. И только на технике 9-го, ой, 6-го, 10-го уровня. Ну, это, собственно, как всегда. Далее у нас третья задача. 3 раза нанести не менее 3000 урона. Попасть в топ-5 своей команды по урону за каждый бой. Вот мне нравится ЛБЗ на урон. 12 раз попасть в топ-10 своей команды по урону. Это у нас задача на усердие. Четвертое ЛБЗ. Задача на мастерство 6 раз заработать не менее 800 чистого опыта. И задача на усердие заработать суммарно 12000 чистого опыта. Учитывается опыт, заработанный при попадании в топ-10 своей команды по опыту. И только на технике 6-го, 10-го уровня. Далее пятая ЛБЗ. Задача на мастерство 7 раз нанести не менее 15% от суммарного урона своей команды. Только на технике 9-го, 10-го уровня. И задача на усердие 25 раз нанести не менее 500 единиц урона. Шестая ЛБЗ. 9 раз уничтожить не менее 2 единиц техники противника. И нанести не менее 3000 единиц урона. В каждом бою это на мастерство. А на усердие заработать суммарно 20000 чистого опыта. Ну и учитывается бои только топ-10, в который ты попал. Далее седьмая ЛБЗ. Задача на мастерство 12 раз заработать не менее 850 единиц чистого опыта. И попасть в топ-3 своей команды по опыту в каждом бою. И задача на усердие 25 раз заработать не менее 500 чистого опыта. Далее у нас восьмая ЛБЗ. 12 раз занять не первое место в своей команде по опыту. И нанести не менее 2000 урона в каждом бою. И задача на усердие 40 раз нанести не менее 500 единиц урона. Далее девятая ЛБЗ. Предпоследняя. 12 раз занять первое место в своей команде по урону. И уничтожить не менее 2 единиц техники противника в каждом бою. И задача на усердие заработать суммарно 30000 чистого опыта. Учитывается только опыт заработанный при попадании в топ-10 своей команды. И далее последняя ЛБЗ. 12 раз занять первое место в своей команде по опыту. Заработать не менее 850 чистого опыта. И ЛБЗ на усердие 50 раз попасть в топ-10 своей команды по урону. Вот такие вот ЛБЗшки. В целом они стали проще. Но и времени на все это выполнение стало тоже меньше. То есть было 14 дней обычно, тут 10 дней. Можно конечно это все выполнить, если активно играть. То есть вот у тебя есть 10 дней. Каждый день начинаешь шпилить. Шпили виды делать в игре с утра до вечера. Ну на самом деле наверное поменьше даже. Там может быть по часа 3 в день. И спокойно выполнишь даже со средним скиллом, если даже будет не вести. В итоге получаешь премиум ПТшку с Альфой 400 с пробитием 260, 300 на голде. Хороший ДПМ, но плохая точность довольно-таки. Также стоит отметить то, что броня тут как бы должна присутствовать. Но это не точно. Разработчики уверили нас, что лючок не так-то и просто пробить. Что и в него не так-то и просто попасть. Но мне он все равно кажется очень большим. И как-то мне кажется он будет портить все танкование на этой ПТСУ. Надеюсь я ошибаюсь. Брони там до 200 миллиметров. В звичке, что в принципе против восьмерок я думаю сойдет. Но против десяток, девяток там уже вряд ли спасет от пробития. Но зато много прочности 1500. И все-таки я рассчитываю, что эта машина реально будет хорошо играть от брони. А то тогда в таком случае смысла в ней абсолютно никакого не будет. Но пока что, к сожалению, протестировать нету возможности. Сам я думаю буду выполнять ЛБЗ на эту ПТшку. По крайней мере попытаюсь. А то как-то уже мимо меня несколько марафонов прошло. Но лично мне хочется посмотреть, что это за такая машина. И заполучить ее конечно. Напишите в комментариях будете ли вы выполнять все это дело. Или все-таки считаете, что это слишком сложно. Или у вас просто какие-то другие дела. Желаю вам всего наилучшего. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok